Павел Николаевич, на информационных лентах появилась информация, что вы уже не директор, вот я смотрел, в кресле сидите, но люди уже всерьез читают эту информацию, причем организации, такие как «Известия», вроде как солидные организации, распространяют эту информацию. Как вы можете прокомментировать? Кстати, чтобы вы знали, «Известия» давно уже не солидная организация, а больше так похожа на помойку какую-то. Они тут гонялись за моими детьми, снимали всякие фейковые новости, и мы давно знаем, что они, ну скажем так, инициировали всякие вот статьи, потому что им рейдеры их заказывают, ну и всякую информацию. Конечно, эта информация не соответствует действительности, потому что, во-первых, решением суда было признать собрание недействительное, но на самом деле это решение вступило в законную силу, и еще надо пройти много инстанций, чтобы оно вступило в силу. А второй вопрос, у нас же такой принцип, пока новый директор не избран, старый работает. Поэтому мы же не будем каждые пять минут собирать опять новое собрание. Вот когда до конца дойдет этот суд, мы тогда в соответствии с законом изберем, то есть назначим новое собрание. Если рейдеры не победят, а у нас сейчас больше 58% акций, 58% дополнительно, то, естественно, директором будет избран Грудинин. Это известно. Поэтому эта информация не соответствует действительности, но судя по тому, что мы активно стали, скажем так, собирать вот эти денежные средства, а сейчас очень много денег приходит на расчетный счет, они понимают, что, скорее всего, они там проиграют, и не получится у них получить контрольный пакет акций, вот они и нервничают. Рассказывают всякие небылицы, я не умер, я никуда не сбежал, как они там пишут. Значит, я, естественно, работаю, наши работники получают зарплату, мы из планы платим налоги. А те вот, эта вот группа акционеров, которые все время врали на протяжении всего этого времени, ну и что? Мы уже как-то им давали характеристику. Это люди, которые были когда-то уволены за воровство, за хищение, значит, или люди, которые вообще никакого отношения к совхозу не имеют, это наследники. Ну да, их используют рейдеры для того, чтобы разрушить совхоз. Ну это нас, скажем так, беспокоит, но не является критичным. По сбору средств, как вообще люди откликаются, появляются ли какие-то вам обращения, предложения? Вы знаете, мы утром пришли, мы же вечером записывали этот ролик и давали реквизиты. В 9 часов утра уже было больше 600 тысяч, хотя как за ночь люди перечислили деньги, я не совсем понимаю. А сегодня уже, то есть, вот валом идут платежи, причем и большие суммы, и маленькие, я сейчас пока не могу проанализировать все, к концу дня мы сможем сказать, как это идет. Но первый день показал, что совхозами Ленина им очень дорожат и наши граждане, которые здесь, и с Урала звонят, и из Иркутска, и из Хабаровска, хотя там уже вторая половина дня, и уже, по-моему, заканчивается день. Поэтому это набирает обороты. Надеюсь, что мы достигнем желаемого. Но уже то, что такое количество людей нас поддерживает, это уже, я бы сказал, большая победа. Также спасибо всем, хочу сказать, спасибо огромное всем, кто откликнулся, коллектив никогда этого не забудет. Мы еще потом опубликуем все эти данные, если есть такое, такое будет желание. Но главное, что мы, судя по всему, имеем огромную поддержку среди людей. Пожалуйста, уточните, где, как найти информацию, которую оплачивать? Ну, во-первых, мы на сайте совхоза все это разместили, и там прям есть даже вот этот код, который можно считывать. Потом нам помогает Комическая партия Российской Федерации, потом блогеры. Сегодня уже приезжали два очень известных представителя блогосферы. Вот вы, опять же. Ну, а потом там еще вот сейчас работают с какими-то... Я плохо понимаю, что такое платежи. Он в интернете. Вот сейчас будут какие-то еще платформы открыты, и мы об этом обязательно сообщим. Но все это на нашем сайте есть и будет распространено. Но прошло-то меньше полдня с того момента, когда мы приняли такое решение. Поэтому сейчас постепенно это все раскрутится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok